А вот на народ, всем здорова! В этом видео я вам расскажу как установить шейдор пак и текстур пак. Блин, как название каких-то покемонов. Ладно, погнали. Итак, переходим на диск С. Пользователи. Выбирайте свою папочку. Апдата. Роуминг. И точка Майнкрафт. Если кто не понял, это именно та папка, где находится ваш Майнкрафт. Итак, следующая папка ресурс пак. Это именно та папка, где находятся текстуры, точнее пакеты текстур. И кидаем сюда скачанный архив. Если же все-таки у вас есть какие-то проблемы с нахождением папки с игрой, повторяйте просто как на видео. Вроде как не сложно. Давайте же проверим. Зайдем в одиночную игру, посмотрим как оно все выглядит. Так, это локация с моего прошлого видео, смотрите. Окей. Скачал какой-то непонятный пак. Дотс называется. То есть все как бы в кружочек сейчас, в горошек у нас все будет. А вот вы можете увидеть, есть две колонки. Левая это доступные паки, правая это то, что у вас сейчас установлено. Вот смотрите. Что-то она как-то странно все выглядит. Что-то в точку, что-то не в точку. Но в общем, если вы будете искать текстур паки, вы сами будете натыкаться постоянно на некоторое дерьмо. Ну и порой приходится искать огромную кучу времени для того, чтобы найти что-то, то что вам именно нужно. Я сам текстур паки не люблю и предпочитаю играть с оригинальным текстур паком. Но как видите, игра как-то у меня все равно красивее выглядит. И давайте же установим шейдер пакс. Так же само, как и с текстурами, просто закидываем в папку с шейдер пакс. Скачанный архив. Тоже никаких проблем, ничего устанавливать не нужно, никаких экзешников. Просто все закидывается в папку. По поводу текстур паков хочу дополнить, что желательно все-таки скачивать текстур пак, который предназначен для той версии, на которой вы играете. Иначе некоторые объекты будут как-то неадекватно отображаться. Как вот, например, посмотрите на мой инвертарь, посмотрите на кирку, которую я держу в руках. Странно это все выглядит. Кстати, это как раз пример нерабочего текстур пака. Солнце странно выглядит очень. Но как раз солнце странно выглядит из-за того, что это шейдер пак уже какой-то странноватый. Вот он чем-то похож на тот, которым я пользуюсь, но как-то он чересчур какой-то яркий, броский в общем. Наверное, вы заметили, что еще помимо текстур пака у меня есть какая-то странная такая штука. Ванилла PBR. Давайте же попробуем его включить. Что это? Она такая какая-то странная фиолетовая, синяя. Интересно, что поменяется? Так, а теперь обратите внимание на вот эту вот красоту, на вот эти вот отражения. И все же, что такое PBR? PBR это именно то, что как бы делает игру более реалистичной. То есть добавляется отражение, правильно рассеивается свет, правильно работают тени. Плюс прибавляется небольшая глубина к объектам. Вот сами можете заметить на некоторых, можно сказать, пикселях есть небольшой объем. Какие-то вдавленности и выпуклости. И вот как все выглядит в ночное время суток. Еще один плюс это, когда идет дождь, вся поверхность встает влажной. Появляются небольшие лужи. Видно эффект падения капель. То есть капли как бы падают на уже мокрую поверхность. И появляются такие вот брезги. Какие вот волнышки небольшие. Ну конечно же, за всю вот эту красоту нужно платить. И если раньше вы играли там в 500 миллионов, 1000 миллиардов FPS на максимальных настройках, сейчас придется играть в 40, 50 и снижать дальность прорисовки. Красота требует жертв. Ну и баланс можно найти в принципе. То есть вы можете настроить так, чтобы у вас была хорошая производительность. И в принципе, чтобы все выглядело достаточно красиво. Баланс нужно искать. Вот в чем прикол. И тут у нас опять же есть возможности полностью все кастомизировать. Можно настроить качество теней. Можно карту нормали. Отключить, выключить. Это кстати, те впуклости и выпуклости, о которых я вам говорил раньше. Это всего лишь один шейдер. Вы можете скачать миллион других и настраивать их под себя как угодно. Ну в общем понимаете, это дело вкуса. Кто-то вообще скачает шейдер, чтобы все было черно-белое, например. И кому-то будет, о, это ж так интересно, так вот нуарненько как-то. А кто-то наоборот скачает, чтобы все было как аниме разукрашено. Все такое броское, все такое кислотные цвета какие-то, еще что-то. То есть это дело уже ваше. Вот. Разработчики Майнкрафта, они дают вам возможность игру кастомизировать. Как захотите. Вы можете просто даже в пейнт зайти и сами нарисовать какие-то невообразимые вещи просто. Либо же скачать один из миллиарда готовых паков. Либо же играть на стандартном плюс шейдер. Как я, например. Ну и всю остальную полезную информацию вы найдете в описании. Ну все, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, его хоть как-то вам помог. Особого опыта у меня в создании каких-то там гайдов нет. Но я стараюсь, стараюсь. Ну а для вас напоследок небольшой такой красивый таймлапсик. До встречи, до следующего видео. Пока. Так, а теперь немножко видео не по теме. Яшка Грек. Это тот человек, это мой зритель, уважаемый. Который еще, не знаю, наверное уже месяц назад у меня попросил снять видео о том, как устанавливать трейнеры на Мафию 1. The City of Lost Haven. Я пообещал, конечно, ща, шо тут его это видео делать, забабахаю, конечно. Ага, не тут-то было. И тут я скачиваю один трейнер, скачиваю другой трейнер. Антивирусник просто, я не знаю, просто самоуничтожается. Столько разного дерьма в архивах этот антивирусник еще ни разу не находил. Так что, скачивать какие-то читы, трейнеры, это на ваш страх и риск. Обычно, скажем так, говна всякого там хватает. Скачивал с разных сайтов. Либо вирус, либо просто нерабочая хрень. Да, и кстати, тот трейнер с того самого видео, но, кстати, одно из самых популярных видео на моем канале, я так и не нашел. Так что я признаю, что я обосрался, когда я пообещал снять этот гайп. Реально чувак, сорян, но видео не будет.